Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня здесь собрались, чтобы познакомиться с таким известным композитором, как Иоганн Себастьян Бах. Вот его пакет, давайте на него посмотрим внимательно. Сегодня мы будем, мы немножко узнаем о его жизни, как он начинал заниматься музыкой, как он ее писал потом, вообще что он делал. И потом мы послушаем его произведение, я вам сыграю. На вот этом белом рояле, оно электронное, мы включим там функцию органа, вы услышите совершенно другое звучание, потому что его произведение он писал также для органа, и они совсем по-другому звучат. Потом я вам сыграю на рояле, а потом мы сюда пригласим виолончелиста, который приехал к нам из Италии, и он нам сыграет на своем элончели, который 300 лет. Так, и сейчас я вам начну рассказывать про Баха. 400 лет назад был такой Бах в Германии, но это не наш Бах. В то время это большая семья, их было столько музыкантов, наверное, около 50-ти. Их эта фамилия стала таким синонимом музыки, потому что каждый член семьи на чем-то играл, на органе, на колодесине, на флете. И они все очень любили музыку. Но вот все пришло к нам от самого-самого первого Баха. 400 лет назад он был очень трудолюбив, добрый, очень любил музыку. Это был булочник по имени Фейт Бах. У него были сыновья, у этих сыновей были другие сыновья. Это была такая цепочка очень большая. Детей у каждого Баха было очень много. И поэтому их тоже было очень много. Но из всей этой большой-большой семьи прославился только один-единственный наш Иоганн Себастьян. В 10 лет, к сожалению, у него умирает папа и мама. И он становится сиротой. Он переезжает к своему брату, где начинает заниматься музыкой. И там у него проявляется его талант. Брат у него был очень завистливым. И очень не хотел, поскольку он был тоже музыкантом. Очень завидовал его успехам. И всячески препятствовал. Не давал ему учебники. И Баха при свете луны переписывал ноты из учебника себе в тетрадочку. И однажды брат застал нашего Иоганна и забрал у него тетрадку. Этот труд занял у него полгода. Он переписывал эти ноты по ночам в тетрадку. И таким образом он испортил себе зрение. Поэтому к концу жизни он вообще ослеп. И ничего не видел. Вот так вот грустно. Но музыка победила все его таланты, призвания. Он, не имея денег, ходил в разные города пешком, что занимало несколько дней, чтобы послушать каких-то великих органистов и насладиться их музыкой. И даже пешком ходил. Вот так он и любил музыку. Нам Баха оставила более 500 сочинений, представляете? Он написал 500 композиций, даже больше. Но при жизни Баха они не издавали, только очень мало. И некоторые он издал даже за свои деньги. При жизни он в основном играл. Он был предборным органистом, капельмейстером. Он выступал и играл на органе. Как композитор он был неизвестен. Как после его смерти, даже все о нем забыли, только спустя 100 лет, другой композитор Ментельсон захотел исполнить его сочинение «Страсти по Матвею». И таким образом опять сколкнулось, все вспомнили имя Баха. И после этого он стал известным композитором. Вот так вот бывает, представляете? К сожалению, в конце жизни он Бах заболел. У него болели глаза. Он сделал себе операцию, но она была неудачная. И в скором времени он умер. У него было много детей. Кстати, очень вторая его жена Анны Магдалена была очень талантливой. У него также была дочь и сыновья. Он все были музыкантами. Он также написал нотную тетрадь Анны Магдалены Бах. У него есть маленькие инвенции, фугеты. Он писал в разных жанрах и стилях. И считается, я считаю, что от него пошла музыка в изучении в музыкальных школах. То, что вот как композиция, как нужно строить полифония, когда много голосов одновременно. Это очень интересно. Ну, давайте начнем послушать. Еще я хочу сказать, что фамилия Бах с немецкого переводится как ручей. И другой великий композитор Бетховен говорил о Бахе, что должна была быть не ручей фамилия, а море. Такое у него большое количество сочинений. И такой он великий композитор. Ну, давайте начнем послушать. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 там фрик-скок, да, а они были, они были, танцевались по определенным правилам, вот, и сейчас, вы услышите, танцы называются алимандо, куранте, царабанда, эйр, минуэт, и жига. Их будет шесть, они все разные. Готовы? Нет. Готовы? Нет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Первый тайус. 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 Первый тайус.